Здравствуйте всем с вами Stoker. Очередной месяц прошел, а это значит что с вами новости компьютерных технологий. Ну и давайте сейчас посмотрим какие я вам подобрал новости. И прежде чем продолжится ролик, хочу предложить свою группу ВК по обоям на смартфон. В ней вы найдете различные обои на разные тематики, а также можете прислать свою обоину в предложку. И она будет опубликована в группе. Заинтересовала группа? Ссылку найдете в описании. Мини с фором Лити Мини H31G. Маленький ПК с дискретной видеокартой. Немецкие инженеры показали универсальный электрокар будущего. Новые перчатки позволяют чувствовать прикосновение за тысячи километров. Адейта представила самый быстрый SSD в мире. Медики готовятся к первой операции по трансплантации бионического глаза. Зачастую компактные компьютеры сложно назвать производительными. В большинстве случаев они сравнимы в этом плане с ультрабуками. Компания Мини Форум решила доказать, что даже в миниатюрном корпусе можно получить мощную начинку. Елети Мини H31G позиционируется как самый маленький в мире ПК с дискретной видеокартой. Размеры составляют 154 на 153 на 62 миллиметра при весе 1 килограмма. В таком небольшом корпусе производителю удалось разместить дискретный процессор Intel 8 или 9 поколения. Дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ оперативной памяти. В комплекте предусмотрено 2 слота под оперативную память типа DDR4. И возможность установить двух твердотельных накопителей формата M.2 отъемом по 1 ТБ каждый. А также 2,5 дюймовый жесткий диск. Из портов имеются HDMI, мини дисплей пор, гигабайтный AJ45, 3.5 аудиоразъем, 4 USB 3.0 и слот для карт памяти объемом до 128 ГБ. Компьютер поддерживает Wi-Fi, Bluetooth. Цена на Мини с форум Елети Мини H31G стартует с 399 долларов за версию без процессора, но с видеокартой GTX 1050 Ti. Вариант Intel Core i5-9500F 8 ГБ АЗУ SSD на 256 ГБ предлагается за 629 долларов. Над созданием полностью беспилотных автомобилей трудятся специалисты множества крупных компаний и небольших стартапов. И некоторые решения выглядят очень эргономично. Как выяснилось, сейчас активно тестируется многообещающая модульная технология немецких инженеров. На самом деле транспортное средство будущего уже изобретено. По крайней мере, как утверждают специалисты немецкого национального центра аэронавтики и космических исследований. В Штурганте показали модульную комплектацию транспортного средства U-Shift, на базе которой можно построить автомобиль для перевозки грузов, так и для пассажирских рейсов. U-Shift получил название от U-образной формы, самой платформы. Она представляет собой четырехколесную базу с электроприводом, аккумуляторами и возможностью установить на нее самых различных дополнительных модулей. Уже сейчас создана пассажирская и грузовая капсулы. У первой дверь спереди салона и большой пантус сзади, а вторая позволяет перевозить до четырех европодонов. Прототип пока управляется удаленно, а создание полностью автономной системы планируется завершить к 2024 году. Тогда же продажу поступит первая коммерческая версия, способная передвигаться со скоростью до 60 км в час. С этой целью представители-разработчики планируют заключить контракты с потенциальными покупателями и инвесторами. Каждый раз, когда человек прикасается к тому или иному предмету, он получает определенный набор тактических ощущений. Как оказалось, подобную реакцию можно имитировать посредством вибраций. Ученые из Университета Нового Южного Эльса создали трехсторонний стимулятор в виде перчатки, способен передавать прикосновения и другие ощущения на многие километры. Одной из наиболее интересных фишек новой перчатки будет возможность передавать тактические ощущения с эффектом погружения. В каждый палец установлены искусственные мышцы, генерирующие давление или вибрацию, что позволяет пользоваться, ощущать прикосновения другого человека, который надевает такую же перчатку. Для совместного сеанса устройство необходимо синхронизировать. Создать универсальную перчатку пока не удалось. Так одна из них способна лишь транслировать ощущения, а вторая принимать их. Adata представила новый SSD накопитель формата M.2 с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0. Как уверяет компания XPG GameX S70, новый быстрый накопитель способен передавать данные на рекордной скорости. По заверениям производителя, XPG GameX S70 поддерживает чтение данных на скорости 7400 Мбит в секунду и запись до 6400 Мбит в секунду. Накопитель оснащается алюминиевым радиатором необычной формы, способной лучшему отводу тепла. Adata заявляет об исследовании технологии исправления ошибок LDPC и 256-битного шифрования IES. Более того, производитель дает пятилетнюю гарантию на устройство. Накопитель будет доступен в версиях 1 и 2 терабайта. Сроки начала продаж и цена пока не объявлены. Группа исследователей из университета Монаша в Мельбурге готовится к проведению первой в истории медицины операции, во время которой пациенту планируют восстановить зрение посредством вживления в глаз имплантантов. Таким образом, медики впервые смогут успешно опробовать систему бионического зрения на человеке. Сейчас ученые проводят подготовку операции. Параллельно они ищут финансирование для производства разработанной системы в глобальных масштабах. Genaris Bionic Vision System был начат более 10 лет назад. За годы исследований инженерам удалось создать специальный головной убор, оснащенный камерой, передатчиком, процессором и необходимым для обработки ПО. В мозг пользователя будет вживлен чипом размером 9х9 мм. В корпусе шлема происходит обработка данных, которые затем передают на импланты. Те в свою очередь преобразуют полученную информацию в электрические импульсы, понятные нервной системе и мозгу человека. В ходе проведения экспериментов в качестве первых подопытных выбрали овец. Им проводили операции по вживлению имплантов, а затем наблюдали в течение 10 месяцев. За 2700 часов использование системы ни одна из 10 овец не ощутила ее влияния на здоровье. Исследователи планируют в дальнейшем адаптировать технологию для лечения сложных неврологических проблем, вроде параличей или полной потери возможности двигаться. Ну в общем все, вот такие были новости в новостях компьютерных технологий. Ну а с вами был Stalker, не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. А также заходите на мой лайв канал, на Stalker Show, ну и подписывайтесь, смотрите меня здесь. И не забывайте заходить в группу ВКонтакте по обоям на смартфон. Конечно же, все ссылки будут внизу в описании. Ну в общем все, с вами был Stalker, увидимся в следующем выпуске. Всем пока!